Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 306. События дня. Притча 16.7. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примеряет с ним. За 13 октября 2016 года. И ролик посвящается всем ушедшим из православной церкви. Это Михаил Кальмаев. Вот, пожалуйста, по-русски зарядите вот это, скопируйте и вставьте в ютубе. И увидите вот этот ролик. И как эпиграф еще к одной теме. Серахов 40.14. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Экклесиаста 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ей. Вот увидишь, женщина где-то не своего мужа там обнимает. Вот что означает ее руки и попроще. Я сегодня решил показать, что означает слово урна. В русском языке интересно слово брак. Брак, то есть плохого качества. И брак, и венчание. Вот много раз в год. Брак и урна. Урна, урна. Что такое? Сосуд, ваза, это устаревшая. Точно. Второе. Сосуд для захоронения, хранения в колумбарии, праха умерших после кремации. Погребальная урна. Третье значение. Ящик с узким отверстием для опускания бюллетеней при тайном голосовании. Дальше. Четвертое. Вместилище для мусора, окурков, урна на улице, на платформах. И вот бросает, голосует когда, и вот значение какой урны. Что окурки в урну бросают, что эти бумажки, никакой роли не играют. Из-за для захоронения урна с прахом где-то. Все мертвое. Голосует каждый год, выбирает, и нигде ничего нет. Тут же они сразу начинают свои дела делать, справлять свою тризму по народу. Урна одно имеет такое значение. Вот что именно сегодня у нас, это сказать, за день, за тринадцатый было. Надо показать будет. Сначала покажу по этому. Тринадцатого, то есть прошедший день, я почувствовал плохо с рукой, рука не поднимается. Из-за чего не мог определить. У меня пятьдесят пять лет назад руки были вывернуты представителями компетентных органов. И они вывернули, рванули вниз руку. И она у меня пятьдесят пять лет болит. Там нервы порваны или что. Один раз лежал в больнице. Я целый, у меня три сидел дома такого так, сидя мог. Прикоснуться нельзя. И там какой-то большой шприц, помню, мне воткнули, что-то закачали. Я первый раз уснул. И сегодня такая ночь, то есть была прошедшая ночь. Нет, кое-как утру заснул. И высоко я проволоку убрал, вторую руку поднимал. Левая не поднимается, вот это место тут. Вот, место такое. Даже задеть нельзя. И рука буквально посыпалась. Так, нажимать могу, а поднять никак. Не раздеться, не одеться. Это тоже Господь допускает. Пятьдесят пять лет у меня эта рука поврежденная. Ну, где-то маленько недосмотрел, и, видимо, застудил. И нервы там, нервы, говорят врачи, что-то нервы там. Вот самый-самый хребет вверху. Все время там как мурашки бегают. Для меня это важно. Без руки плохо. Отец был у нас без левой руки с фронта. Показать, что для нас тут важно. Если бы не открылось, я хотел мой мир показать. И вот, пожалуйста, наш православный видеоканал открытым оком. Время вечерняя тут. Разные тут ролики. Все еще идут ролики потеряевские. И считаю, некоторые только здесь звонят. Все еще думают, что мы в деревне. И вот с Никитой написано здесь «Наказы Никите не на день один». Я не ожидал даже. Ну, думать-то мог. Такие нападки через этот ролик. А-то сами ни один ничего не знает. Ну, то есть, шпана какая-то ломится. Пакости всякие, говорят, ругаются. Ну, поставил ролик этот. Сразу сюда перенесу. Вообще. Вот так. И здесь на сайте, на нашем, вопросы и ответы. Вот это очень ценно. А здесь книги все. Еще сейчас раз посмотрю. Аху-то mail.ru показать. Мой мир. Моя страница. Вот так. Сейчас, может быть, откроется. Вот, видишь, это открылось. Садись. От мой мир. Ну, больше у нас тут никаких событий таких не было за прошедший день. Помаленьку снежок выпадает. Очень переживаем, что у Игоря гречка уходит под снег. Хотя ее можно, говорит, и весной убрать. Как будто так. Благословенный был день. Событий таких особых не было. Но для меня это особо. Вот это Вава. Вава заболела. И всех прошу, помолитесь, если Господу угодно, чтобы дал здравия. Ну, и все. А теперь-то в таком состоянии рука, я ничего не могу сделать, не вынести. Прижму одной рукой. И уголь засыпаю. Ну, все одной рукой. Вспомнил сразу отца. Как он одной рукой бедный. И колол, и все делал. Все абсолютно. Ну, все на этом. Конец. Утром я забыл записать. Вспомнил. Спасибо. Продолжение следует...